Приехать на Соловки, чтобы придумать проект, который останется жить на архипелаге. Вот уже 10 лет такая цель стоит перед участниками летней школы Северного Арктического Федерального Университета. Студенты и преподаватели проводят на острове больше недели. Они собирают материал для исследования, прослушивают курс лекций на различные темы, связанные с Соловками, посещают экскурсии по архипелагу и мастер-классы. Летняя школа — это лето на Соловках, это встреча с островом, это встреча с людьми, это дружба, это учеба, но это учеба, когда мы учимся все друг у друга. Мне кажется, очень важно то, что у нас собираются студенты разных специальностей — это историки, айтишники, физики, лирики, учителя начальных классов, кого у нас только не было, когда все учатся друг у друга. Фактически студент получает такую широкую палитру того, чем занимается человек, который может учиться в университете и когда он уже работает в жизни. В этом году летняя школа проходила с 23 по 30 августа и включала в себя разработку проектов по четырем тематическим направлениям — инженерно-архитектурному, педагогическому, медиа-информационному и уже ставшему традиционным экологическому. Очень важно понимать, и это действительно очень важно, как вся деятельность человека на архипелаге воздействует на хрупкую природу, Соловецких островов. Потому что природа Соловецких островов — это такое же наследие, абсолютно равное по своему значению, как духовное, культурное, историческое. И ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы вопросы развития Соловецкого архипелага превалировали над сохранением. В течение 10 лет студенты САФУ проводят мониторинг антропогенной нагрузки на природную среду острова Большой Соловецкий. Студенты-биотехнологи отбирают пробы пресной и морской воды, а затем, сопоставляя первичные и косвенные данные, результаты прошлых лет и аналогичные исследования делают выводы об изменении состояния водоемов. Инженерно-архитектурная мастерская продолжила, начатую в прошлом году, работу по созданию виртуальных экскурсий по объектам культурного наследия на Соловках. Поехал я в составе инженерно-архитектурной мастерской. Мы создаем 3D-тур по ботаническому саду. В прошлом году мы создавали 3D-тур по часовням острова Большой Соловецкий. А в позапрошлом году мы создавали такую карту для путешественников с развилками, с фотографиями, с описаниями мест, как проехать, куда добраться, потому что не везде с этим порядок. 3D-туры можно будет увидеть на сайте Соловецкого музея-заповедника. А карта маршрутов по острову скоро войдет в телеграм-бот для туристов, разработкой которого занималась медиамастерская. Одной из особенностей летней школы является то, что группы работают не изолированно друг от друга, а в постоянном взаимодействии, обмениваясь идеями и знаниями. Сложилась успешная практика дружить проектами. Это весьма интересный опыт, потому что вы все вместе собираетесь, вы вместе живете, вместе что-то придумываете, обмениваетесь опытом с коллегами из других собственно отделений летней школы, с теми же биотехнологами, с представителями у нас из медиагрупп различных. И все это как-то вот вместе работает, и вы вместе как будто бы, несмотря на то, что занимаетесь разными проектами, вы, скажем так, друг другу как-то пытаетесь помочь. Важно, что заказчиком проектов часто становится партнер летней школы Соловецкий музей-заповедник. Так произошло и в этом году с разработкой концепции культурно-образовательного центра, которой занимались участники мастерской педагогического проектирования. На время пребывания на архипелаге они ставили для себя задачи определить целевую аудиторию проекта, оценить ресурсы и провести интервью и открытые дискуссионные встречи с местными жителями. Каждый просто напишет, зачем нужен центр. Просто ответили на вопрос, зачем он нужен, какую он решает проблему на вашу страту. Две минуты, и потом мы вернемся к активному обсуждению. В последний день на Соловках участники школы представили свои идеи и результаты исследований сотрудникам Соловецкого музея-заповедника и получили от них рекомендации по доработке проектов. После возвращения в Архангельск работа в группах продолжится. Впереди анализ данных, лабораторные исследования, монтаж и разработка методических материалов. Финальная защита проектов состоится уже в ноябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова